В захолустном провинциальном городке, каких сотни на севере России, можно увидеть ничем не примечательное двухэтажное здание под вывеской «Нейчаво». Мало кто знает, что за неприметным фасадом, нарушая законы физики, скрывается дюжина этажей, где сотрудники секретного учреждения изучают явления, от которых обыватели рискуют лишиться рассудка. Как в фонде Сиби, в стенах жуткого Нейчаво собраны опаснейшие объекты со всего мира, а пространство и время здесь подчинены собственным законам, что роднит таинственное здание с многочисленными мирами Закулисья. Что же скрывается за аббревиатурой Нейчаво? Приглашаю вас окунуться в фантастический мир, созданный братьями Аркадием и Борисом Стругацкими. Пока мы тут с вами разбираем всякие интернет-вселенные по типу SCP, Самосбора, Закулисья, оказывается, что почти полвека назад все это уже было выдумано Стругацкими. С вами Фантом. Погнали! Одним июльским вечером ленинградский программист Александр Привалов, главный герой повести «Понедельник начинается в субботу», на своем автомобиле продирался через северные края, где, как известно, нет дорог, а только направления. Завидев на обочине двух молодых людей, наш герой решает остановиться и подкинуть незнакомцев до места назначения. По ярким внешним признакам, Привалов тут же дает мужчинам прозвище. Горбоносый и Бородатый. Случайно или нет, но их путь тоже лежит в город под названием Соловец. Дорога втроем сразу становится веселее. Узнав, что Привалов работает программистом, попутчики оживляются. Ведь им в Соловце как раз требуется человек, который на «ты» с компьютером. На вопрос, чем же занимается организация, расположенная в такой глуши, Горбоносый уклончиво отвечает «Счастьем человеческим». Уже под глубокий вечер троица добирается до Соловца, где выясняется, что Привалову негде переночевать. Он было собирается остаться спать в машине, но благодарные новые знакомые и слушать ничего не хотят. Ведь гораздо удобнее будет спать на простынях в некоем «Изнакурноже», что бы это ни было. Проехав по улице Лукоморье, уже на этом этапе Привалову нужно было насторожиться, герои останавливаются около массивных ворот. Из надписи на вывеске мы узнаем, что здесь находится «Изба на куриных ногах». Она же «Изнакурнож». Памятник Соловецкой старины. А также впервые встречаем странную аббревиатуру «Ничаво». В довершение всего на воротах восседает громадных размеров кот. Желтые глаза пушистого существа смотрят на приехавших внимательно. И даже как-то чересчур разумно. Тем временем, Горбоносый открывает скрипучие ворота. И Привалов заезжает во двор. На просторном участке разместились бревенчатый дом, огород, большой дуб и даже старый покрытый мхом колодец. Отовсюду веяло стариной. Но, пожалуй, самым древним элементом открывшегося пейзажа была сама хозяйка. Наина Киевна, как ее величали гости, явно разменяла сотню лет. Темно-коричневое лицо, усыпанное морщинами, длинный нос, закрытые бельмами глаза. Одним словом, выглядела старуха по-настоящему инфернально. И вот в такой не самой приятной компании нашему герою предстояло провести ночь. Устроившись на диване в одной из комнат избушки, Привалов мгновенно заснул. Он еще не подозревал, что выбор места для сна оказался не самым удачным. А ночка выдается весьма насыщенной. Нашего героя то и дело будут шорохи и скрип половиц. А зеркало, висящее в углу, цитирует древнеиндийский эпос. Но и утро не приносит облегчения. Ведь прямо перед окном уже знакомый нам черный кот пытается рассказывать сказки. То и дело сбиваясь и теряя нить повествования. А из кроны дуба свисает нечто подозрительно похожее на русалочьий хвост. Вдруг Привалов просыпается окончательно. И теша себя надеждой, что все произошедшее ему приснилось, отправляется на прогулку по городу. Но странности не заканчиваются даже после настоящего пробуждения. Из колодца Привалов достает говорящую щуку, которая сетует на свою нелегкую жизнь и обещает исполнить желание. Решив не искушать судьбу, наш герой вежливо отпускает рыбу обратно в колодец. А за воротами происходят еще более грандиозные события. По проспекту Мира, главной улицы города, грузовик везет цистерну с надписью «Огнеопасно», из которой действительно вырываются языки пламени. А порой слышится жуткий рокот. Серьезность ситуации дополняет и несколько пожарных машин, сопровождающих опасный груз. «Дракона повезли! На полигон!» слышит наш герой из толпы зевак. Дракона так дракона. Привалов уже перестал чему-либо удивляться. Город Соловец оказывается обычным провинциальным захолустьем со стандартным набором благ цивилизации. Почта, столовая, гостиница без свободных номеров, несколько магазинов. Единственное, что привлекает внимание Привалова, это невзрачное двухэтажное здание с табличкой «НИИЧАВО». После нескольких попыток расшифровать странную аббревиатуру, наш герой отправляется по магазинам, чтобы скинуть оттягивающую карман мелочь. Горсть мелких монет Привалов получил от старухи в качестве сдачи, когда расплатился за ночевку. Вскоре оказывается, что сколько бы наш герой не платил, монета в пять копеек всегда оказывается у него в кармане. Ровно, как и полученная сдача. И вот Привалову удается собрать солидную сумму, но в дело вмешивается служитель закона. Видимо, милиция в Соловце уже настолько привыкла к странностям, что даже неразменный пятак становится лишь поводом составить стандартный протокол. Изрядно пристыженный, Привалов возвращается в избушку, где обнаруживает пропажу дивана, на котором ему довелось провести беспокойную ночь. Однако теперь один за другим в комнату начинают наведываться странные персонажи. Причем делают это не менее странным образом. Кто-то проходит сквозь стены, кто-то просто материализуется посреди комнаты, и каждого почему-то интересует пропавший диван. Оказывается, что сам того не подозревая, Привалов оказался в центре громкого скандала. Ведь диван только с виду был предметом мебели, а на самом деле являлся мощным ретранслятором, способным изменять реальность. Именно поэтому нашему герою всю ночь снились столь правдоподобные сны. диван, меняющий реальность. Едем дальше. Пропажа мощного артефакта немедленно всколыхнула весь Нейчаво. Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Да, как оказалось, в городе Соловец скрывается целое учреждение, работникам которого удалось невозможное, а именно комбинировать магию и науку. Как вскоре выяснилось, диван просто позаимствовал один из молодых сотрудников, ведь эксперименты ставить хотелось, а попытка выбить официальное разрешение могла занять очень много времени. Да, бюрократия существует и в магических учреждениях. Так весьма сумбурно произошла встреча Привалова со своими будущими коллегами. Последние события, надо сказать, нисколько его не напугали. Наоборот, впервые в жизни столкнувшись с чем-то труднообъяснимым, он воспринял это как вызов и немедленно согласился на работу в НИИ. Теперь то, что раньше казалось фантастическим, становилось объективной реальностью. Выращивание гомункулов, материализация предметов из воздуха, изучение мифологических животных и даже такое сложное явление как контрамоция. О контрамоции стоит рассказать отдельно. Согласно братьям Стругацким, речь идет о способности предмета двигаться в направлении обратным течению времени. Как известно, сегодня переходит в завтра, настоящее в будущее. При контрамоции же все совершенно наоборот. Двигаясь в противоположную сторону, можно каждый день просыпаться не в завтрашнем, а во вчерашнем дне. Но следует помнить, что контрамоция практика весьма опасная. И на это способны только самые опытные сотрудники Нейчаву. Андрей, главный герой нового сериала Сансара и близко не является сотрудником Нейчаву. Перед нами обычный прожигатель жизни, успешный менеджер в кредитной организации, для которого имеют значение только деньги и развлечения. Жизнь течет своим чередом, случайные знакомства в Тиндере, встречи с друзьями в баре, выданные под грабительский процент кредиты. Но однажды все резко меняется. Стоит Андрею отпраздновать свое 35-летие, как время для него начинает идти в обратном направлении. Теперь каждое утро он обнаруживает себя во вчерашнем дне. Жизнь Андрея неумолимо движется назад. И единственный способ вернуть все, как было, это кардинально переосмыслить свое поведение. Но очень трудно исправить ошибки, когда ты на 100% уверен, что все эти годы жил правильно. Прозрение будет шокирующим. Герой осознает, что все эти годы никого не любил и просто использовал окружающих его людей. Название Сансара тоже выбрано не случайно. В восточных религиях за этим понятием скрывается круговорот рождений и смертей, которые проходит душа каждого человека. Да, мы будем бесконечно рождаться и умирать либо в этом, либо в одном из множества других миров. И чем тяжелее наша карма, то есть груз накопленных за прошлые жизни грехов, тем сложнее будет выйти из бесконечного цикла. И лист те, кто очистил свою карму, могут рассчитывать на нирвану, состояние вечного блаженства, когда не нужно больше рождаться и умирать. Вот так и наш герой попадает в бесконечный цикл Сансары, покинуть который поможет только покаяние и исправление собственных ошибок. И в этом главная притягательность сериала. На наших глазах самовлюбленный, эгоистичный, равнодушный, инфантильный, ленивый дебил, как охарактеризовала персонажа Кристина Асмус, исполнительница одной из главных ролей, с каждым эпизодом становится лучше и человечнее. А первоначальное раздражение зрителя сменяется сочувствием и даже симпатией. Еще одна причина смотреть Сансару это хорошо подобранный каст. Главные роли в сериале исполняют харизматичный Павел Деревянко и очаровательная Кристина Асмус. К созданию сериала приложил руку и Баста. Его трек Сансара вдохновил на создание проекта и стал саундтреком к нему. Сансара будет интересен и тем, кто любит нетривиальные сюжеты. Ведь такое явление, как петля времени, в которую угодил главный герой, не так часто встречается в отечественном кинематографе. В общем, настоятельно рекомендую смотреть Сансару в ОКО. Для вас также есть специальный промокод Сансара на 60 дней подписки оптимум от ОКО за 1 рубль. Подробности по ссылке в описании. Но вернемся к нашему программисту Александру Привалову. Он прекрасно влился в коллектив и уже полгода работает в НИИЧАВО. То, что сначала вызывало культурный шок, стало обыденностью. Гномы, домовые, двойники сотрудников, топот и шуршание в темных коридорах. Все это нисколько не пугает нового программиста НИИ. Стоит отметить, что то, как выглядит институт снаружи и изнутри, это две большие разницы. Обшарпанное двухэтажное здание скрывает по меньшей мере 12 этажей, где на огромных площадях разместились целые научные отделы и лаборатории. Нечто подобное можно увидеть в игре Control, авторы которой вдохновлялись Сипи. Но на деле получается небольшое здание, в котором находится огромный институт, осознанно или неосознанно списали с НИИ ЧАВО. И вот в новогоднюю ночь нашему герою была оказана настоящая честь. Привалова оставили на дежурство. Конечно, немного обидно, что пока все будут веселиться, кое-кому придется коротать ночь среди бесконечных коридоров НИИ ЧАВО, но зато это отличный шанс наконец-то исследовать все этажи здания. Выпроводив последнего научного сотрудника, Привалов начинает обход. Главная странность здания заключается в том, что из всех окон открывается один и тот же вид. Кусок кривоватой улицы и старый лобаз. И это несмотря на то, что изнутри каждый этаж простирается едва ли не на километр. Но у магического мира свои законы. Пожалуй, самое опасное место в НИИ это подвал, он же Виварий, где собраны чудовища со всего света. Этакий фонд SCP за полвека до появления известного интернет-проекта. Сотрудники Вивария занимаются поиском и сохранением опасных существ. В вольерах можно встретить гарпий, лернейскую гидру и даже гигатенхейров, старуких великанов из древнегреческих мифов. Обитают здесь и более привычные нам существа, такие как Кощей Бессмертный и банда вурдалаков. Здесь же в подвале расположено машинное отделение, где вращающееся колесо фортуны обеспечивает энергией все здание института. Заведует Виварием пожилой вурдалак Альфред, хлыст которого приводит в чувство разбушевавшихся обитателей. На первом этаже обстановка куда более миролюбивая, ведь здесь расположен отдел линейного счастья. Сотрудники этого отдела полностью оправдывают его название. Здесь ведутся исследования того, как сделать людей счастливыми, повысить их жизненный тонус, укрепить дружбу и так далее. Пожалуй, это самый важный отдел всего Ниичаву. Отдел оборонной магии на втором этаже существует лишь номинально. Все его сотрудники давно отошли в мир иной. И в помещении царит полное запустение. И все же прошлое оборонной магии было славным. Мудрецы разрабатывали целые теории о том, как можно использовать ковры-самолеты на поле боя, а бутылки с джиннами для бомбардировки вражеских городов. Однако после Первой мировой значение оборонной магии сошло на нет. Ведь люди изобрели куда более изощренные способы уничтожать друг друга. На том же этаже размещается книгохранилище. Причем столь обширное, что между стеллажами даже проложена асфальтированная дорога. А для поиска книг порой приходится надевать семимильные сапоги. Третий этаж целиком отведен под отдел предсказаний и пророчеств. Несмотря на обилие сотрудников, которые гадают на картах, кофейной гуще по полету птиц и так далее, отдел не может похвастаться точностью своих предсказаний. А если какие-либо события и удается предугадать, то сами пророки бывают столь напуганы результатом, что эффект сразу теряется. На четвертом этаже находится отдел вечной молодости. Вопреки названию, молодежи здесь нет и в помине. А среди сотрудников отдела значатся тысячелетние старцы. с запущенной формой склероза. Именно поэтому здесь всегда забывают гасить свет в конце рабочего дня. По-своему интересное место отдел абсолютного знания. Неизменный девиз сотрудников «Познание бесконечности требует бесконечного времени». Вот поэтому все, кто трудится на этаже, постоянно находятся в командировках. И мало кто в ней знает наверняка, чем же на самом деле занимается отдел. Шестой этаж занимает отдел универсальных превращений. Сотрудники, как следует из названия, занимаются превращением одних предметов в другие. Именно здесь находится тот самый диван, мощь которого познал на себе Привалов во время ночевки у Наины Киевны. Изна Курнож, изба на курьих ножках, кстати, формально тоже относится к Нейчаву. В нем расположен музей, посвященный научно-исследовательскому институту. Кроме перечисленных, в ней существуют отделы смысла жизни, недоступных проблем, социальной метеорологии, технического обеспечения и даже воинствующего атеизма. К сожалению, провести дальнейшую экскурсию Привалову не удается, ведь едва отметив Новый год, сотрудники массово возвращаются на рабочие места. Ведь по-стругацким цитирую «каждый человек маг в душе». Но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться. Поэтому для сотрудников Нейчаву понедельник действительно начинается в субботу. Ведь лучший отдых это познавать непознаваемое и еще глубже проникать в тайны мироздания. Эфси же спокойной и размеренной жизнь работников Нейчаву назвать трудно. Порой испытания могут быть опасны для жизни и лишь чудом удается избежать жертв. Так, во время испытания, в ходе которого из автоклава должен был вылупиться идеальный человек-потребитель, произошел мощный взрыв, а у многих присутствующих исчезли личные вещи. Аппаратура, кольца и даже брюки. Позже на месте испытания обнаружили огромную воронку, а в ней все пропавшие вещи. Так называемый идеальный человек-потребитель оказался настолько идеальным, что притянул все материальные ценности в радиусе многих метров, после чего самоуничтожился. Другим весьма опасным приключением было путешествие Привалова во времени. Случайно оказавшись на презентации Чуда-машины, он вызвался добровольцем и полетел в будущее. Да не простое, а описанное писателями-фантастами. И здесь, надо сказать, Стругацкие высмеяли все популярные клише фантастической литературы того времени. Вот всех мужчин сгоняют на космические корабли для покорения новых планет, а женщин замораживают в специальном здании, где те смогут дожидаться мужей. Вот тут и там к небу вздымаются грибы после ядерных взрывов. При этом пространство разделено бескрайней железной стеной, разделяющей мир порядка и гармонии и мир хаоса, где идет чудовищная война на истребление. Во время путешествия у машины времени ломается сцепление. Однако Привалов вовсе не остается в будущем навсегда. Инженеры все предусмотрели, и при малейшей поломке машина сразу перебрасывает пассажира в исходную точку. Привалов удивительно быстро влился в коллектив института, и пусть над ним иногда потрунивали за неопытность, живой ум и свежий взгляд на вещи однажды помогли разгадать одну из главных тайн Ниичаву. Дело в том, что директор института Янус Полуэктович Невструев имел одну ярко выраженную странность. Он существовал в двух экземплярах, при этом являясь одной личностью. Для удобства сотрудники величали две ипостаси директора, как А. Янус и У. личным администратором, в то время как второй гениальнейшим ученым. Более того, с каждым днем становилось очевидно, что У. Янус каким-то образом прекрасно осведомлен о том, что будет в ближайшем будущем. Ведь именно он настоял на том, чтобы испытания идеального потребителя проводились на полигоне. Иначе от доброй половины Ниичаву действительно бы ничего не осталось. Странным было и то, что У. Янус ничего не помнил о вчерашнем дне. Поэтому, встречая сотрудников в бесконечных коридорах Нии, он всегда ненавязчиво пытался выяснить, что же было вчера. Пожалуй, тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не попугай. Однажды Горбоносый, он же сотрудник по фамилии Ойра-Ойра, чистил электрическую печь для сжигания мусора. И обнаружил там зеленое пюро. Странное дело, птиц в кабинет вроде бы не залетало. Они обнаружили в кабинете мертвого попугая. И пока все задачи насмотрели на птицу, откуда ни возьмись появился У-Янус. Директор заботливо взял попугая в руки и отнес к печи, где сжег своего питомца, после чего развеял пепел из окна. На третий день друзья вновь обнаружили попугая, который был очень болен, а ближе к вечеру вообще помер. На четвертый день попугай объявился вновь, причем он был не только жив-здоров, но и прекрасно себя чувствовал. А также поражал сотрудников своим словарным запасом. История с Фатончиком, как ласково называл У-Янус своего питомца, стала для Привалова и его друзей настоящей головоломкой. Но именно она и послужила ключом к гораздо более серьезной тайне Ни-Ичаву. И навел всех на правильную мысль как раз-таки наш герой. Импровизированный консилиум решил задачу так. В недалеком будущем талантливый администратор А-Янус заинтересуется путешествиями во времени, иными словами упомянутой контрамоцией. И в определенной временной точке администратор превратится в талантливого ученого, который досконально изучит вопросы перемещения во времени. И ровно с того дня У-Янус, ученый Янус, прихватив с собой домашнего попугая Фатона, отправится обратно по временной шкале. И теперь два Януса, являясь фактически одним и тем же человеком, движутся в разных направлениях. Точкой перехода является полночь. После того, как часы бьют 12, А-Янус, администратор Янус, попадает в завтрашний день, а У-Янус, ученый Янус, во вчерашний. Именно этим объясняются провалы в памяти У-Януса, когда дело касается вчерашнего дня, и способность предсказывать события будущего. Стройная теория помогала понять и загадочную судьбу попугая Фатона, прет в прошлом, а его прах будет развеян хозяином. А днем раньше Ойра-Ойра найдет в печи оставшееся зеленое перо. Привалов хотел было поговорить с Янусом, чтобы проверить свою догадку, но вместо ответа директор лишь пообещал, что рано или поздно новый сотрудник все обязательно поймет. Такой вот увлекательный мир удалось создать братьям Стругацким. И как мы видим, их идеи, даже после их смерти, продолжают вдохновлять новые поколения на создание фантастических вселенных. С вами был Фантом. Экскурсия по Нейчаво подошла к концу. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok